Привет, ковбои! С вами Voice Rebus и просто канал об играх. Не так давно на официальном англоязычном канале Гвинта вышло видео от разработчиков, которое подробно объясняет так называемую систему прогресса или прокачки в Гвинте. Ссылка на видео будет в описании, я же хочу адаптировать этот материал для русскоязычных зрителей, а также немного дополнить и разъяснить ту информацию, которую нам озвучили. Итак, в игре есть три возможности получать определенные плюшки в виде руды, обрывков или даже целых карт. И грубо говоря, это дейлики, то есть ежедневные задания, которые сводятся к набору определенного количества побед. Это рандомные бонусы при прохождении тех самых дейликов и это отметка Good Game после партии. Начнем с дейликов. Всего их 4 уровня и каждый день они обновляются, начиная с самого первого уровня. На первом уровне при достижении всего 3 побед мы получаем 100 руды, чего хватит на покупку одной бочки. Второй уровень уже требует 6 новых побед, то есть всего 9 и дает нам уже 75 руды. Теперь третий уровень, 12 новых побед, всего 21 и 50 руды. И по завершению 4 уровня нам дают всего 25 руды за еще 12 новых побед, то есть необходимо всего 34 победы. В целом это хорошая идея по распределению плюшек, то есть те, кто любит позадротить, все равно получают свои бонусы за 34 победы, потратив на это минимум 3 часа живого времени, что уже довольно много. Но это при условии, что игра длится 5 минут и каждая игра это победа. А те, кто готов тратить на игру всего часик вечером, скорее всего успеют одержать 3 победы и получить самый большой бонус. Кстати, напишите в комментариях, кто сколько времени в среднем тратит на гвинт и сколько побед за это время вы успеваете одержать. В любом случае задротом есть ради чего задротить. Тут не в обиду сказано, а сам был таким. А всем остальным появляется мотивация заходить в игру каждый день, хотя бы ради этих 3 побед. Это еще не все, уровни дейликов поделены на подэтапы, завершая каждой из которых одной победой на первом и втором уровне и каждой второй победой на третьем уровне, мы получаем дополнительные награды. Так разработчики мотивируют проходить не только первый этап ради 100 руды, но и второй и даже попробовать пройти третий. Каждый подэтап отмечен знаком вопроса и каждый вопрос нам может выдать 15 руды, 15 обрывков или даже целую карту, как из обычного вскрытия бочки. То есть проведя например 9 матчей и одержав 9 побед, мы можем заработать 280 руды, а проведя еще 4 результативных боя и все 310. То есть 3 бочки в день можно получить вполне реально. Но как же меня это чертовски бесит? Это лично мое мнение и я никого не буду переубеждать, но я уже сталкивался с такого рода завлекухами. В свое время я начинал играть в археич. Кто играл или слышал, тот знает, что игра на 90% симулятор фермы. Я приходил с работы, причем спешил домой, чтобы побыстрее зайти в игру и подоить гребаных коров. Каждый день. Сначала доить коров и только потом кормишь себя и кота. И это реально приносило много внутриигровых денег. Вот только и сил на это уходило немало. Да, игра могла меня заставить войти в себя, но при этом через месяц я все уничтожил, место продал, отделся. На тот момент как раз вышел патч с возможностью точки шмота и я все нафиг себе сбил, ностальгируя по линейке. И ушел из игры. При этом в самом начале игры у меня был лучший на ДВ клан, отличная семья. Но вот только каждый из нас сидел в своей ферме и пас коров. Отличное занятие. Безусловно в гвинте все немного иначе. Но мне также крайне настойчиво намекают каждый день заходить в игру и одерживать хотя бы 3 победы, а лучше 9. Но и это еще не все. В игре реализована отличная кнопка пожелать удачи. Или в оригинале она звучит как good game, то есть хорошая игра. Тем самым мы благодарим нашего оппонента за хорошую игру вне зависимости от того проиграл он или победил. Если он достойно сражался, искал путь к победе или невероятно финтом обыграл нас в конце, мы желаем ему удачи и награждаем его 5 кусками руды или 5 обрывками. И я так понимаю в нашем комьюнити принято желать даже всем good game, если только кто-то не сливает бой специально или как-то уж совсем неадекватно себя ведет. Что мы имеем в конце? В день не стоит играть более чем 34 победы, так как никаких дополнительных наград далее уже не будет. Да и на достижение этого показателя у вас найдет по самым оптимистичным прогнозам не менее 3 часов реального времени. Оптимально играть от 3 до 9 побед, при этом остановиться можно когда угодно, ведь за каждую победу вы и так гарантированно получите определенную плюшку. После хорошего боя каждому сопернику желаем удачи или good game и приближаем его к новой бочке с картами, как и он нас в свою очередь. Единственное, что для меня осталось неподтвержденным вопросом, так это получение новых уровней. Верно ли я понимаю, что завершение каждого этапа дает нам новый уровень, а значит более 4 уровней в день повысить не получится? Спасибо всем, кто ответил на этот вопрос в комментариях под видео. Героем этого видео стал Никита Кулешов, не только фанат и любитель ведьмака, но и юный иллюстратор. То, что видел у него на страничке по ведьмаку в ВК, на которую есть ссылка в описании, весьма годно. Надеюсь, Гвинт ему придется по душе не менее, чем ведьмак. Никите, спасибо за помощь каналу, ну а на этом у меня все. Надеюсь, видео было полезным и заслужило лайк, а я подписку на канал. Если у вас есть вопросы по Гвинту, задавайте их, я с удовольствием попробую на них ответить там же или в отдельном ролике, посвященном вашим вопросам. А мы увидимся в новом видео и на этом пока, всем пока-пока.